Выпечка, саженцы, сыры и рыба. На ярмарке выходного дня можно найти любые продукты. Напомним, что ярмарка на площади Театральной начала свою работу более 10 лет назад, в 2008 году. Она стала мерой поддержки местных сельхозпроизводителей. Свою продукцию может выставить каждый, кто произвел ее своими руками. Наряду с сельхозпроизводителями на ярмарке реализуют свою продукцию и наши садоводы-огородники. То есть они реализуют и мед, и овощи, и мясо, и молочную продукцию. Теперь для ярмарки выходного дня подыскали новое место. С 28 сентября она будет работать на площадке напротив центрального рынка. Новая площадка больше по площади, чем существующая. Она не твердо асфальтовое покрытие. Она оборудована системой электроснабжения и имеется контролируемый въезд в виде закрытого шлагбаума. При этом время работы ярмарки не изменится. Она по-прежнему будет встречать гостей по субботам с 8 утра до 3 часов дня. Для удобства покупателей будет организован бесплатный автобусный маршрут от театральной площади до остановки центрального рынка. Таким образом, администрация города сможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, увеличить число сельхозпроизводителей, которые реализуют свою продукцию. Сейчас на ярмарку выходит около 100 предпринимателей. На новой площадке их число увеличится как минимум на 10%. Второй проблемой является безопасность. Торговые прилавки нередко выходят на проезжую часть. Например, около остановки площадь театральная, лотки вылезают на тротуар и мешают проходу людей. А на перекрестке и вовсе занимают около 50% пешеходного перехода. Такие проходные места выбирают те, кого на ярмарке выходного дня не должно быть в принципе. Но не секрет, что вместе с сельхозпроизводителями на ярмарке очень много предпринимателей-перекупщиков, которые реализуют продукцию, произведенную за другими регионами, а иногда и даже иногда непродовольственную группу товаров. Арбузы, вот это вот все. Я считаю, что надо просто проверить, кто свое продает, а кто не свое. И просто их убрать отсюда. Перенос ярмарки поможет сделать торговлю более безопасной, расширит ассортимент продукции и создаст лучшие условия для торговли. 28 сентября она откроется на новом месте по адресу улица Пролетарская, дом 15.